это блюдо удобно тем что может считаться как первым так и вторым мясо берете любое свинина говядина теляйте жирное нежирное режете крупными кусками солите перчите те специи которые вам нравятся я очень люблю куркуму например мясо поставили вариться лук и куркуму добавили красный перец черный перец соль жарим до желатистого цвета картошка заранее подготовили методки 3 средние помидоры были на килограмм мяса тут у меня 5 картошек крупные и 3 луковицы на приблизительно я вам говорю мясо нужно предварительно при чем вы маринуете промыть когда появляется пенку нужно пенку обязательно убирать можно отварить а можно купить готовую фасоль красную можно другого цвета и ну тоже он готовым же помидоры хорошо протушить знаете вот протушить и даже слегка поджарить такой что поджаренный вкус был у помидоров картошку я отвариваю до такого состояния буквально до такого чтобы они целенькие были целенькие но сваренные то у меня ложка с этого лука мясо полностью готово оно прямо расходится вот на такие волокна добавляем консервированный ну прямо жидкости я все добавляю там тоже свой вкус есть жидкости фасоль вы можете брать любую но лучше брать все данным блюдо красные можете заранее свою отварить лук пережаренные уже ведь как я хорошо его пережарила со специями также вы можете добавить уже помидоры хорошо пережарили помидоры прямо так что сока уже них не было и все вместе перемешать это все можно еще на несколько минут дать покипеть заранее отваренную картошку крупными кусками вы выкладываете на тарелку это можно на одно большое блюдо сделать поставить на стол или каждому порционно если кому-то больше немножко вот такую картошку взяли разломали смотря кто как любит но вообще-то большими кусками кладут в этом люди в этом рецепте и уже добавляете всю эту массу с мясом а вы можете в сухую добавить жидкости очень мало блюдо а можете немножко жидкость и добавить смотря кто как любит вот например наша семья больше любит жидкость обязательно вы покупаете лаваш или хлеб и вот так прямо вот вместе с хлебом обмакивая в этот сок кушается затем по правилам еды когда мы уже поели каждый порционной тарелки я могу все это соединить то есть картофель соединить с мясом и с овощами и у меня получится такое полу первое полу второе блюдо моя бабушка часто его называла соус приготовим соус из мяса помимо основного названия ну вот вы так можете еще сделать